Что же, сегодняшний наш разговор о доказательстве бытия Бога. В некотором смысле в этой формуле доказательство бытия Бога какое-то слово наверняка лишнее. Потому что, с одной стороны, можно доказать то, что есть разумная сила, которая управляет нашим мирозданием. Возникает вопрос, а какие у нас основания считать, что это именно Бог? Да, пусть это разумная сила есть, но тот ли это Иисус Христос, о котором возвещает нам Евангелие? А может, доказательство бытия Кришны, доказательство бытия Аллаха и еще что-то? Или какого-нибудь Бога Витсу и Пуцки какого-нибудь из индейского пантеона богов? А если речь идет о подлинном Боге, Боге, который открыл людям себя через Священное Писание, Боге, которым воплотился из любви к нам, Боге, которым создал Церковь Православную, то об этом Боге мы знаем точно одно, что Он никогда не насилует. А доказательство есть нечто, что может изнасиловать человека. Вот его воля, его сердце не желают того, чтобы признать Евангелие. А его загоняют в угол аргументами и говорят, «Нет, ты давай такой секретный, не имеешь права не быть христианином». Вот такого, на самом деле, христианское богословие никогда себе не дозволяет. Можно вспомнить, что когда Господь воскрес, то, говорит, не явился Понтию Пилату. Он не явился первосвященнику Креафе, он не явился иудейскому первосвященнику Анне и не сказал ему, «Вот, вы ошиблись, я истинный Сын Божий, а вы – Богоотступники». Нет, такого Христос не сделал. Он пришел только к тем, кто при жизни, в одни смиренной, уничиженной земной плоти Его, смог признать в Нем истинного Сына Божия. Благодать не насилуют. Можно вспомнить, как фарисеи отреагировали на весть о воскресении Христа. И в Англии об этом подробно рассказывается. Они ожесточились в сердцах своих сказанных. Возвращение на вещь. Пасхальная вещь – весть. Пасхальная весть может на одних людей действовать радостно, а других она, напротив, ожесточает. Точно так же и если человеку доказать, что вот ты знаешь, вот есть Господь, который создал нас с тобой, который создал наше мироздание, то есть реакция людей может быть очень разная. Какой-то человек может сказать, я таких людей встречал, они говорят, ну вот, оказывается, вы доказали мне существование небесного жандарма, который подглядывает за мной, который норовит меня поймать на чем-то и засудить. И для человека это будет какое-то печальное открытие. И человек станет богоборцем. Даже зная, что вот признав, что вот есть Бог, он будет бороться с Ним, именно как с реальностью. И это означает, что его духовная жизнь и духовная его судьба тем самым только утяжелятся в сравнении со временем, когда он пребывал в невидении. Ну, а другой человек, понятно, если об этом сказать, то он может обрадоваться и пойти каким-то путем духовного возрастания. И так, поэтому, прежде чем говорить о самих доказательствах уйти о Бога, надо иметь в виду, что православные традиции богословские, они не очень поддерживаются и не навязываются. Эти доказательства имеют перед собой очень определенную цель. И вот поэтому, прежде чем их излагать, надо сказать, ради чего они созданы. И вот здесь, прежде всего, стоит заметить, что все эти доказательства, о которых я буду говорить, они все созданы верующими людьми и созданы в эпоху, когда, по большей части, созданы в эпоху, когда и сомнения в бытии Божьем, в общем-то, нигде в образованном обществе не возникало. Это означает, что эти сомнения, эти доказательства во многом первоначально представляли собой просто некую игру ума, некий пример такой блестящей диалектики. Но это не была миссионерская, пастерская необходимость. Они возникали не в результате диспутов с реальными атеистами. Их тогда еще не было. Или они были, но уже в далеком, античном прошлом эти атеисты остались. Поэтому надо иметь в виду, что церковь никогда не строила свою веру на этих аргументах. И для нее в этом смысле эти аргументы есть нечто избыточное. И предначально это была игра ума. А потом оказалось, что все-таки вновь появились люди, которые ощущают себя настолько далекими от Бога, что они даже ставят сомнение Бога под огромное сомнение. И вот тогда в некоторых случаях при беседах с ними оказывается полезно вспомнить те аргументы, которые были выработаны еще древней христианской мыслью или средневековой христианской мыслью. Вот человек находится вне церкви. Церковь с большой Богом. Вне веры. И если попробовать подойти к нему и в каком-то, может быть, таком несиминутном, а может быть, даже таком ночном разговоре, откровенном, искреннем, исповедальном, попробовать поговорить с ним и поясни, почему ты держишь себя вдали от церкви. В большинстве случаев окажется, что это происходит потому, что человек не хочет допустить, чтобы евангельские лаповеди контролировали его жизнь. Он по-настоящему знает, что евангельская мораль определенно. Он знает, что христианская позиция достаточно определенно, и она требует труда, как для своего интеллектуального усвоения, так и для своего практического воплощения в жизни. И очень часто человек не желает этого труда. Но не так часто находятся люди, которые достаточно честны перед самими собой, чтобы сказать, «Я не хочу быть христианином, потому что знаю, что это помешает мне блудить. И я не буду христианином, потому что знаю, что это помешает моей карьере, как предпринимателю, например, или партийного чиновника, или еще что-то». И поэтому обычно тогда человек придумывает для себя изящное оправдание, чтобы такое тайное желание безбожия, которое живет в его душе, чтобы этот тайный помысл, тайную страсть, создать страстие безбожника, чтобы замаскировать его. И тогда он выдумывает якобы философский аргумент, якобы разумный. И он говорит, «Ну, вы знаете, я вот не буду жить по православным заповедям, потому что Дарвин доказал, что мы произошли от обезьяны, а ваша Библия, она не права». Но в таком случае, если действительно такое жизненное кредо этого человека, издерживаться на Дарвине, в таком случае имеет с ним смысл с ним поговорить о Дарвине и пояснить, что ты знаешь, на самом деле Дарвин, ты ничего такого, что тебе там кажется, он не доказал, что делать теорию недостаточно всеобъемлющей, что она недостаточно научна с современной точки зрения. И я не буду сейчас в эту тему вдаваться, это тема для отдельной беседы. Но ведь можно как бы взять это бревнышко с надписью Дарвин, взять его, оттащить в сторону и сказать, «На дорога свободна». Вот ты считал, что твоя дорога, которая может тебя привезти к храму, она перегорожена огромным бревном с надписью Дарвин. Вот теперь мы его оттащили в сторону. Ты теперь можешь понять, что на самом деле всерьез это Евангелие не противоречит. Уж тем более, что, простите, Евангелие-то ничего на эту тему не говорит. Евангелие просто говорит, что мы сыны Божии. А о происхождении человека Евангелие ничего не говорит. Это говорит Ветхий Завет. Так что, тем паче, для того, чтобы согласиться с Евангелием, Дарвин уж никак не может противоречить. Значит, говорит, «Ну хорошо, ну знаете, а вот мне еще доказали, что церковь, она вот всегда в классовой обе, как-то неправильно себя вела, и вот марксисты нам доказали, что это все эксплуататоры выдумали». Но опять мы можем встретиться и поговорить, что это за эксплуататоры такие выдумали, вспомнить судьбу апостолов, много ли они богато стяжали апостола Христова, много ли сам Христос приобрел от того, что он людям Евангелие, любви проповедовал. В общем, можно с этим разобраться, опять отточить это бревнышко в сторону. Но все равно возникает вопрос. Дорога свободна. Но миссионер не может эту дорогу пройти вместо того человека, к которому он обращается. Идти надо своими ногами к каждому из нас. И задача проповедника, то, что может сделать проповедник, он может просто показать человеку реально, что вот я свидетельствую тебе, что дорога есть, по ней можно пройти, и там реально есть храм, и в этом храме есть свет, но те бревна, которые текают, что они лежат, они не такие большие, как кажется. Их можно сдвинуть в сторону, их можно обойти. Но идти человек должен сам. Значит, вот в этом смысле цель, даже доказательство, позитивное доказательство бытья Богом, эта цель очень служебна, эта цель подкрепить человеческое сердце, если оно желает идти к Богу. Пояснить, потому что бывают люди, и бывают такие ситуации, когда человек находится в состоянии, когда сердце его, скажем, тянется к Богу, но порывы души сдерживаются холодным рассудком, который весь пропитан школьными стереотипами. Ему там где-то в пятом классе еще рассказали на уроке химии, что вот смотрите, скажем, у меня просто, в моей жизни так было. Первый урок по химии, учительница, как сейчас помню, Ольга Васильевна, любимая, берет в руки одну пробирку, какую-то жидкость там, что-то в нее вливают, из пробирки какой-то дым клубами, какой-то осадок выпадает в пробирку, и она торжественно показывает детям эту пробирку и говорит, ну вот, дети, смотрите, вот видите, тут медный купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал, значит, Бога нет. Вот, может быть, такие стереотипы еще живут в человеке. И поэтому рассудок его, он осаживает жажду духа и говорит, ну что ты, ну не иди туда, не смей, там ничего, там пустота. Вот тогда имеет смысл обратиться к рассудку на языке рассудка, на языке разума и сказать, нет, все не так очевидно, как тебе кажется. И твои аргументы, они несерьезны. Или, скажем так, твои аргументы, они могут быть хороши, если сердце желает с ними согласиться. Тогда можно в них какой-то брешь не разглядеть и можно считать, что они нормальны. Поэтому аргументы доказательства бытия Бога, эти доказательства, непосредственно они доказывают не столько то, что Бог есть, а они доказывают в своей массе и каждый из них в отдельности. Доказывают достаточно ясно, что мир нуждается в Боге. Что мир нельзя объяснить только исходя из самого мира. Вот это вот, я достаточно строго надеюсь, сформулировал тот тезис, который на самом деле доказывается в ходе тех рассуждений, которые традиционно называются доказательства бытия Бога. Итак, мир нельзя вполне объяснить, исходя из самого мира. Теперь несколько аргументов, которые могут пояснить этот тезис. Наиболее известное доказательство бытия Бога называется космологическое доказательство. Оно очень простое и, по-моему, абсолютно неопровержимое и ясное. Фундаментальный принцип науки гласит «все, что существует, существует в силу определенной причины». В науке это называется принцип детерминизма. Закон причинно-следственных отношений. Итак, Нойк говорит, «все, что существует, существует потому, что есть причина для его существования». Первый тезис. Второй тезис. Мир существует. Вывод. Значит, есть причина для существования мира. И эта причина не есть сам мир. Надо пояснить, что означает слово «мир» в таком случае. Не так давно, буквально, точнее говоря, вчера, в Екатеринбурге я был на конференции педагогической. И одна из учительниц, самая по себе милейшая женщина, наверное, талантливая учитель, она рассказывала о том, как она ведет уроки с детишками, как она пробует им рассказать о разных моделях возникновения мира в разных религиях, разных философиях, разных культурах. Но под конец набросила замечательную фразу. Но лично я все-таки признаю самозарождение жизни и множественность миров. К сожалению, конференция проходила так, что не было возможности вступить в некий диалог и дискуссию. Но про себя я отметил, что ее позиция, она сильно непродуманная. Потому что говорить о множественности миров можно. Но в этом случае надо прямо говорить, что я верю в множественность миров. Моя мифология, которой я придерживаюсь, то догматическое богословие, в рамках которого я мыслю, оно признает как догму наличия множества миров. Но с точки рациональной философии, научной, об этом говорить нельзя. Почему? Дело в том, что мир на языке философии. Это не то же самое, что галактика на языке астрофизики. Миром на языке философии называется вся совокупность взаимодействующих мировых объектов и процессов. Значит, поэтому все те реалии, все те процессы, которые проявляют себя в мире человека, имеют хоть какое-то отношение к нам, хоть какими-то причинно-следственными связями, связанные с нашим миром и участвуют в нем, составляют часть нашего мира. И вот тогда мы предположим, что за пределами нашего мироздания существует некий иной мир. Если этот мир связан с нашим миром, это означает, что он является частью нашего мира. А если он никак не связан с нашим миром, значит, он не проявляет себя в нашем мире. И значит, у нас нет никаких научных данных, которые позволяли бы судить о том, что эта реальность существует где-то за пределами нашего мира. Значит, научно утверждать множественность миров просто невозможно. Есть некий единый универсум, которым разные, пусть даже очень далеко от стоящей друг от друга системы, все-таки находятся в единой связи, подчиняются неким общим законам, и поэтому они так вот, значит, наш мир, как один он есть, как некое единое целое, но если он есть, значит, должна быть некая причина его существования. И он здесь, нам должно говориться, что сущение философской, это интересный аргумент, но богослов сразу здесь ставит вопрос. Именно исходя из того, что я сказал, а можно мне сказать, что причиной нашего мира является Бог? И точный ответ православного богословия нет, не можем так сказать. Бог не является причиной нашего мира. Потому что, если мы скажем, что Бог есть причиной нашего мира, это означает, что мы тем самым включили Бога в систему мироздания. А подлинное, утонченное православное святотическое богословие специально говорит, что этого мы сделать не можем. И это как раз специально даже мы с преподобным Максимом исповедником, когда он специально предупреждает, что не называй Бога причиной мироздания. Потому что Бог выше этих отношений причины и следствия. Бога нельзя уравнивать даже на уровне слов с какими-то реалиями, которые нам слишком знакомы в нашем мире. Очень условно иногда мы можем назвать Бога причиной мира, иногда можем, но все-таки почти всегда в кавычках с некоторым уточнением. Потому что причина со следствием связана необходимым образом. Есть причина, значит, сразу появляется следствие обычно. А Бог творит по своей свободной воле. Он ничем не понуждается к творению. Это его чистейший дар любви. И это дар свободы. Свободной воли, свободного решения Бога. И к этому он ничем не понуждается. Никакими законами причин следственных отношений. Но тем не менее, к чему это говорю? Что атеистическая схема все-таки в своей глубине имеет очень серьезную брешь. Если мы мыслим мир как целое, и этот мир есть, и мы признаем принципы детерминизма, значит, тем самым мы должны признать, что есть нечто, что не входит в состав нашего мира, но что-то тем не менее своим бытием за пределами нашего мира обуславливает бытие того мира, в котором мы живем. Значит, тем самым мысль философская приводит к выводу о том, что мы и наш мир не самостоятельны, не вполне самостоятельны, не самодостаточны. И, естественно, человек должен задуматься над тем, откуда он пришел, зачем он пришел сюда. Значит, религиозный вопрос логически вытекает, неизбежно вытекает из этого космологического аргумента. Космологический аргумент не дает ответ, но он заставляет поставить вопрос. Какой ответ найдет человек, когда этот вопрос возник в его уме и в его сердце? Это уже вопрос его духовного опыта. Это то, что выходит за рамки рациональной философии. Следующий аргумент, он специфический философский и поэтому сложный. Его называют онтологический аргумент. Он древний, он восходит к Платону еще. Впрочем, тот же космологический аргумент восходит еще к Платону. Космологический в Аристотеле был. И затем проходит через всю средневековую античную философию и вполне даже до наших дней. Скажем, в 20 веке замечательный русский философ Семен Григорьевич Франк написал специальную книгу об онтологическом доказательстве бытия Бога и очень глубокую книгу. Итак, ход этого рассуждения. Когда мы думаем о Боге, мы представляем его как абсолютное бытие. Это абсолютная идея, совокупность всех совершенств. но дело в том, что свойство быть, свойство существовать есть также некое доброе качество. А это означает доброе свойство, что абсолют должен обладать не только благостью и разумностью, но и бытием. А это означает, что мы не можем философски корректно думать о Боге, представлять себе, создавать себе идею божества и при этом эту идею мыслить как идею о несуществующем бытии. То есть формула «Бога нет» логически противоречива. Следовательно, Бог есть. Почему вырисовать этот аргумент очень сложен? Потому что, чтобы его вполне понять, надо понять, что он строится на выявлении логической противоречивости противоположной позиции. Он не доказывает, что Бог есть. Он просто говорит, что суждения Бога нет, есть суждение внутренне противоречивое. Потому что само слово «Бог» предполагает тот, кто есть и есть совершенным образом. Ну, конечно, было немало, в том числе, философов в истории человечества, Канта, например, которые выступили против этой логики. Но их критика все-таки казалась недостаточно глубокой. И в ответ на критику Канта, например, написал критику Канта Гегель. Гегель выступил в защиту антологического аргумента. И так как его можно пояснить? Есть немного. Да, простите, чтобы было понятно. Напомню, Кант критикует эту идею так. Предположим, что у меня есть 100 таллеров, как бы 100 рублей в кармане. Мне эти таллеры очень нравятся. И я создаю себе идею о неких совершенных 100 таллерах. Деньгах, на которые можно купить все. И, естественно, если я мечтаю о совершенных таллерах, о совершенном кошельке, абсолютном кошельке. Ну, конечно же, я предполагаю, что этот кошелек должен существовать. Но, после того, как я создал себе идею абсолютного кошелька, никак не следует, что этот абсолютный кошелек лежит у меня в кармане. Очень логичное рассуждение Канта. Канта прав. Он не прав в одном. Он не прав в том, что он приравнял кошелек и Бога. И это ему потом было указано Гегелем, Франком и рядом других философов. Почему? Дело в том, что слишком специфично то бытие, о котором мы мыслим со словом Бог. Его нельзя вот так просто по аналогии с любыми другими предметами осмыслят. Всего лишь существует три реалии, к которым можно предложить антологический ход рассуждения. Логика антологического аргумента такова. Существует некоторая вещь, мыслить которые не существующими, значит совпадать, впадать в логическую ошибку. Таких реалий всего три, а не три миллиарда или триллиона. Первое рассуждение, которое всем известно, это то рассуждение, которое звучит как афоризм. Мыслью следовательно существует. Это рассуждение тоже родилось в древности. Впервые эта формула употребляется блаженным Августином в его исповеди, это шестой век. Великий христианский мыслитель. Но в учебники истории философии эта формула входит, увы, в силу их непреодолимой светскости и антихристианскости наших учебников истории философии, эта формула входит не как формула Августина, как формула Декарта. Декарт был офицером французской армии, капитаном. И вот однажды в ходе войны с испанцами на полях Бельгии и Нидерландов. Такая была странная география этого времени, что французы с испанцами воевали в Бенилюксе. Так вот, после одного из боев, рота, который командует капитан Декарт, занимает деревню. Деревня сгоревшая вся. Зима, холодно, ночь. Надо где-то ночевать, деревня сгорела, домов нет. Остались печки. И вот в эту голландскую печку и пробует залезть капитан Декарт. Он залезает в топку. Печка еще более-менее теплая после пожара, она еще хранит тепло. Чтобы это тепло не выдувало, естественно, Декарт за собой захлопывает заслонку и проводит там ночь. Я не знаю, о чем бы стал думать, скажем, офицер советской армии в таких условиях. А Декарт начал задавать себе философский вопрос. Хорошее философское образование он получил еще до этого. Те условия, в которых он оказался, это были условия, которые на языке современной психологии называются условия сурдокамера. Полное сенсорное голодание, полное чувствие внешних впечатлений. Звуки сквозь толстую кладку печки не проникают. Абсолютная темнота. Нормальная температура. Ничего не видно, не слышно, ничего не ощущается. К запахам человек быстро претерпевается. Перестает их воспринимать. Он один. Вот в этих условиях, когда внешние чувства, то есть чувства человека, ничего не говорят ему о внешнем мире, вот Декарт задает вопрос, а существует ли этот внешний мир? Могу ли я ему доверять или нет? Как я могу признать, что этот внешний мир меня есть и что мои органы чувств меня не обманывают? Вот сейчас мои органы чувств мне говорят, что ничего нет. Но эти говорят неправда. Мир от того, что я его не вижу не перестал существовать, наверное. Но как я могу в этом убедиться? Это вопросы, которые традиционно ставились в философии. Они находятся еще около бели греческой философии, около бели индийской философии. Декарт как образованный человек это знает, он эти вопросы просто вспоминает. Вопросы, которые ставил Парменит, Фалес, Зенон, Демокрит, Платон, Аристотель. Он эти вопросы вспоминает. И приходит к выводу, что да, тут же вспоминает, что органы чувств способны обманывать человека. Но где же тогда найти источник абсолютной истины? Мое сознание, оно может ошибаться, наверное, тоже. Моя память может ошибаться. И тут его поражает мысль, но ведь если я ошибаюсь, значит, я существую. Пусть даже моя мысль ошибается, но чтобы я мог ошибаться, я должен существовать. Итак, я есть. значит, вот бытие уже реально, потому что есть я, моя мысль. Я мыслю, и значит, я существую. Вот это действительно великая мысль. Но заметьте, она строится именно по принципу антологического аргумента. Я не могу мыслить себя несуществующим. Сказать меня нет, значит, сказать формулу противоречивую, внутренне логическую противоречивую, а значит, я все-таки есть. Следующий предмет, к которому приложим антологический аргумент. Бытие как таковое. Все, что существует, можно назвать самым общим глобальным философским термином бытие. И опять, нельзя сказать бытие нет. Бытие по определению то, что есть. И значит, сказать бытие нет, значит, сказать абсурд. И именно потому, сказать бытие нет, сказать абсурд, отсюда следует бытие и есть. Реально есть. Из идеи бытия следует реальность бытия. Из идеи моего «я» следует реальность моего существования. И, наконец, из идеи абсолютного бытия следует реальность абсолютного бытия. Бог – это и есть абсолютное бытие. Если сказать «бытия нет», значит сказать «абсурд», то сказать формулу «абсолютного бытия нет» означает сказать абсолютный абсурд. Вот это и есть логика антологического аргумента. Кстати, напомню про Декарта. Когда Декарта провел свое рассуждение, радикальное сомнение свое до предела, и пришел к выводу, что я все-таки существую. После этого он обратился к анализу содержания своего сознания, своей мысли. Мысль существует, но эта мысль о чем? Не может быть просто моей мысли, которая ни о чем. У мысли есть некое содержание. И какое уже самое чистое, высокое содержание я обретаю в своем уме. И вновь, я не знаю, что бы нашел в своем уме, копаясь с капитаном советской армии в такой ситуации. Но капитан Декарт в своем сознании в эту минуту обнаружил идею Бога. И он проводит дальше, вспоминает то самое антологическое договоренность «Бытье Бога». В моем сознании есть идея Бога, абсолютного бытия. Значит, Бог существует. И вот после этого Декарт делает серьезную философскую ошибку. Он говорит так. Значит, и Бог существует. Это означает, что Бог любит нас. Но Бог, который любит нас, и Бог, который создал нас, не мог создать нас такими, чтобы мы без конца только ошибались. Значит, Творец, создавая человека, создал человека настолько разумным, что человек может познавать мир. И наши органы чувств могут все-таки сказать нам правду о внешнем мире. И именно из постулята о том, что Бог благ, и из постулята о том, что Бог есть любовь, следует, что человек может познавать мир и, возможно, научное познание мира. Так была распахнута дверь для научной революции, для формирования научной картины мира. Почему я говорю, что Декарт сделал философскую ошибку? А потому что он в свое философское рассуждение в этом месте вставил не философский тезис, а именно богословский. Бог есть любовь. Это откровение Евангелия. Это не то, что философия нам рассказала, а то, что сам Господь нам открыл о себе. И Декарт, как христианин, дальше продолжает свое рассуждение. И в этом смысле это никак не чистая философия. Это христианская философия. Итак, оптологическое доказательство события Бога. Оно обращает внимание на то, что формула Бога нет, формула противоречивая. И поэтому, используя ее, надо быть сугубо осторожным. Но, естественно, из того, что некая формула противоречива, не следует, что противоположная верна. Это как бы не всегда так. Поэтому здесь тоже надо быть в некоторой степени осторожным. Ну и, наконец, еще один аргумент, который я хотел бы сейчас вспомнить, принадлежит Канту, тому самому немецкому философу, который протестовал против антологического аргумента, но который при этом создал свое доказательство тя Бога. И вновь, как, наверное, часто в истории философии приходится делать, вновь нужно заметить, что это не вполне самостоятельное доказательство тя Бога, которое приводит Кант. Оно существовало, может быть, в менее логически четкой форме и в предыдущей христианской мысли. Но Кант своим авторитетом его очень крепко подтвердил. Ну, а теперь я попрошу вспомнить любимый роман российской интеллигенции, современной, мастера Маргарита Булгакова. На Патриарших прудах вечером знаменитая сцена, как два советских писателя встречаются с неким иностранным гостем. И этот иностранец, Булган, рассказывает им о том, как он беседовал с стариком Кантом однажды. И напоминает о том, что как-то раз, вот за чашкой кофе, разговаривались они на тему о Христе, о Боге. Ну, говорит, вот интересная деталь. Кант вроде бы раскритиковал традиционные доказательства бытия Бога, но затем-то ведь создал свое собственное. И тут Иван бездомный не выдерживает и говорит со всем пафосом советского недоучки. Взять бы этого Канта за такие доказательства да насылавки годика на три. Это сцена происходящая где-то. Еще очень на времена, когда смешные такие по последующим меркам сроки давали за подобные доказательства. Потом уж менее к пятнадцатью годами в конце тридцатых Кант явно не отделался бы. Итак, за что три года Соловков было присуждено Канту? Хоть размышления Канта очень ясен. Первый вот и есть таков. Все, что есть в мире, имеет свою причину. Я допомню, что Кант не просто философ. Кант начинал свою научную карьеру как физик и астроном. Итак, все, что есть в мире, имеет свою причину. Тейс номер два. Человек. Человек подчиняется причине сельскохотношениям? Или человек свободен? Если мы скажем, что каждое действие человека имеет некую причину, причина жестко обусловлена, это будет означать, что человек не свободен. Что каждое наше действие предопределяется чем-то прошедшим, предопределяется нашим прошлым, предопределяется нашей обстановкой, которая вокруг нас, атмосферы, обстоятельствами нашей жизни. Это означает, что человек не свободен, и человек не ответственен за свои поступки. А если это так, то наказывать человека можно не в большей степени, чем, например, наказывать Волгу за то, что она впадает в Каспийское море, а не в Аральское. Хотя среднеазиатские республики очень хотели бы, чтобы Волга впадала в порядке гуманитарной помощи именно в Аральское море. В общем, также очевидно, мы не будем награждать реку Нил за то, что он правильно разливается и орошает собой поля египетских филахов. Если события происходят с естественными причинами, определяются причинами, то, очевидно, награждатели наказывают над эти самые причины, а не их следствия. Ну, а те причины, в свою очередь, являются следствиями предыдущих причин и так далее, вплоть до возникновения нашего мира или как самозарождение, как некоторые полагают. Так вот, человек подчиняется этому принципу или нет? Ихан говорит, нет, все-таки практически разум, этика заставляет нас признать, что человек свободен. Вывод. человек не является частью нашего мира. Почему? А потому, что закон терминизма это основной закон нашего мироздания. И если человек не подчиняется основному закону конституции нашего мироздания, это означает, что человек является, не вполне является гражданином нашего мира. Ну, например, на территории Российской Федерации есть люди, для которых конституция не указ, закон не указ, и эти люди не преступники, они просто дипломаты. Посланники иных стран обладают статусом дипломатической неприкосновенности. Так вот, человек в своей свободе неприкосновенен для закона детерминизма, основного закона мироздания. Это означает, что не мирозданием человек послан в наш мир, а иной державой, иной силой из иного царства пришел сюда. Конечно, Кант прекрасно знает человека, и поэтому он говорит, если мы будем на человека смотреть извне, просто наблюдать за ним, мы всегда сможем сказать, что действия человека, тот или иной его поступок, определяются какими-то обстоятельствами его жизни. и они поэтому не свободны, это есть следствие каких-то причин. Сегодня этот рассуждение очень распространено. Читаешь какую-нибудь молодежную газету, какой-нибудь «Прости Господи, московский комсомольц», и там корреспондентка получила задание съездить в монастырь, поговорить со своими сверстницами, почему спрашивается «я московский комсомольц», а моя одноклассница пониматель оказалась в монастыре, как она нашла до жизни такой. Это наполучает задание поехать и расспросить свою сверстницу, почему же она в монастыре. И затем пишет статью в меру своего достаточно кульцевого понимания того, почему человек может прийти к вере, к Богу и даже в монастырь. И сюжет статьи будет такой, что трудное детство, влияние улицы, кризис идеологической системы коммунизма, духовный вакуум, вообще недостаток витаминов, все это привело к тому, что Светочка оказалась в монастыре. Через две недели та же самая корреспондентка получает редакционное задание взять интервью у своей сверстницы, которая работает по ночам в туристовских гостиницах Москвы, такой ночной бабочкой. Ну, приезжает на ночной бабочке, берет на ней интервью, в меру своего понимания, потом пишет статью и поясняет, ну, знаете, кризис идеологической системы коммунизма, образовавшийся духовный вакуум, влияние улицы, недостаток витаминов, опять же, вот все это привело к тому, что вот Танечка, она не могла не пойти на панель. Все понятно, мне кажется, все ясно. И свобода человека, она только в этом другом случае, она где-то исчезает. И свобода самоопределения к греху, и свобода самоопределения к подвигу. Они все уходят. Не заметила эта корреспондент, что свободы у своих собеседников, людей она в них не разглядела. Она в них разглядела только членов какой-то социальной системы. И не более того. Так вот, Кант поэтому предупреждает. Да, когда мы смотрим на человека как на вещь для нас, как некий просто феномен общественной жизни, мы тогда должны будем сказать, что он не свободен, он подчиняется законам. Да, конечно, подчиняется. Разве кто-нибудь из нас будет отрицать, что человек подчиняется законам. Есть законы общественные, есть законы физиологические, есть законы психические, есть даже законы духовные. И человек, конечно, подчиняется. Законы логические, законы речи, в конце концов. Конечно, все эти законы действуют в человеке. И во многом определяют жизнь каждого из нас. Но вопрос в другом. Они полностью определяют жизнь человека. Или только отчасти. Даже если они определяют на 99% жизни человека, все равно это означает, что они только отчасти действенны. А есть один процент. Одна секундочка может быть в жизни. Одна минуточка, когда человек мог свободно сказать нет всем законам, всему прошлому, своему, которое подталкивает его к этому, скажем, гадкому выбору, гадкому поступку. И сказать да, сделать выбор в пользу добра. Ну, не напротив даже, в пользу забора, отречься. Он в свободе своё делал. Да, на меня давит и моё прошлое. Да, на меня давят обстоятельства моей жизни. Да, на меня давят особенности моего характера и так далее. Но всё же, как бы они на меня не давили, от моей личной воли зависит сказать им да или нет. Отначает, что у меня свобода есть. В конце концов, пусть даже, только у одного человека на земле один раз в тысячелетие бывает одна минута, когда он действует свободно. Для философии, для науки и этого достаточно, чтобы сказать, человек может быть свободным. Он редко пользуется этой возможностью, но он свободен. Итак, Кант поясняет, если мы наблюдаем за самими собой и смотрим на человека не как на вещь для нас, а как на вещь в себе и для себя, тогда мы открываем в себе нашу свободу. И кроме того, требования практического разума, требования этики, также говорят нам, что человек все-таки ответственен, а значит свободен. Итак, человек свободен, а мира нет. Это означает, что человек не от мира сего. А значит, причиной существования человеческого духа, причиной существования человека является некая иная реальность. Реальность, не связанная с законами пространства и времени. Реальность, не связанная с законом причин сельских отношений. Свободная духовная реальность есть тот исток, от которого получило начало человеческое бытие. Вот так Кант приходит к чеканному выводу. Цитата. Итак, нравственно необходимо признавать бытие Бога. За это три года Соловков полагалось с точки Ивана Бездомного за такое рассуждение. Итак, что нам говорят те догадательства, о которых я говорил? Они не доказывают со всей определенностью правоту Евангелия, правоту православия. Но они во всяком случае могут показать, что если человек желает всецело, целожизненно идти путем церковного служения, путем православия, он не должен для этого приносить в жертву свой интеллект. Он может думать, он может преобразить свой разум, и этот разум подтвердит ему своим авторитетом то, что прежде для него открыло его сердце, его вера. вера и разум не в противоречии, они способны подкреплять друг другом. Продолжение следует...